всем привет с вами book club.net и с вами его бессменный ведущий роман чербаков и медведев андрей привет друзья сегодня у нас в гостях евгений александров привет и мы поговорим сегодня про i hosted service про то как это может быть связано с микросервисами как его можно полезно реализовать в рамках работы с микросервисами и многое другое а начнем мы с того что обсудим что же такое i host service в первую очередь это интерфейс у которого есть всего два метода два метода которые возвращают синхронную таску таску на старт и таску на завершение фактически этот интерфейс нужен для того чтобы работать сущностями которые будут работать где-то на фоне вести задачу независимо от того что происходит сейчас микросервисом ребят я предполагаю вы с ними работали больше может быть вы поправите меня или или все таки я правильно все сказал но я работал с ними довольно посредственно в плане того что приносили функционал который был написан на его предшественниках изначально i hosted service это способ миграции уже существующего функционала например windows сервисов если раньше там были подписки на события старт и стоп то сейчас соответственно это асинхронные подписки аналоги с cancellation токенами и то что раньше мы реализовывали в таких вот сервисах виндовых сейчас уже реализуем хостед сервисами под sp netcore то есть прошлом до того как он появился во втором надкоре насколько я понимаю обычно просто запускали процесс который запускался в режиме виндового сервиса я бы сказал так раньше была одна концепция сервиса она же раньше называлась обычно служба мне служба windows сейчас соответственно условно говоря разделяется абстракции отдельно хост соответственно сервис хост отдельно хостящийся в этом хосте сервис раньше была в чем проблема что если тебе необходимо в рамках было одного процесса несколько таких вот сервисов запустить ты в принципе изобретал те же самые хостит сервисы которые внутри одного сервиса запускались сейчас просто это все из коробки важно добавить что до этих хост и сервисы имеют свой хитрый пайплайн запуска в том самом хосте дотнетовском то есть мы чтобы подключить хост и сервис добавляем его на при настройке контейнера а потом в том порядке в котором мы их зарегистрировали эти хост и сервисы стартуют то есть грубо говоря у них у всех вызывается метод старт а когда приложение завершает свою работу в порядке стека у них вызывается метод стоп это гарантирует нам именно возможность в некоторых случаях управлять некоторыми зависимостями настройка этих зависимостей ну там инициализации точнее этих зависимостей и ну этим можно пользоваться некоторых случаях но а самое главное для чего мне кажется придумали хост и сервисы это для того чтобы дать контролируемое завершение приложения простое понятное и удобное да то есть когда мы стопаем приложение он то есть грубо говоря сектором команду отправляем то у нас порядке стека как я сказал уже вызывается стоп у хост и сервисов последовательно там передается cancellation токен у этого токена есть таймаут ожидания которое тоже можно настроить таким образом и получается централизованно управляем полная остановка всего приложения раньше такого мне кажется не было я бы сказал что все-таки было на подписка собственно стоп у сервиса если же речь просто идет какой-нибудь бэкграунд процессе там не знаю что-то запустили создал объект таймера запустил бесконечную обработку у него туда действительно не было такого нормального способа остановить приложение можно было конечно подписаться там на об доме и шат даун и но тогда соответственно можно себя пословить последнее срабатывание уже разрушающимся приложение она вообще я бы сказал что это особенность не хостит сервисов а особенности абстракции которые под ними лежат то есть на самом деле вот эти самые старт асинка стоп асинг они регистрируются относительно такой вещи как хост аппликейшн лайфтайм когда мы в спинет корр делаем создаем новый хост билдер соответственно создаем запускаем хост там ты собственно зависимость того что это за реальный хост консоль это или без соответственно если это модуль из то тогда создается реально новый аппликейшн лайфтайм которую реагирует соответственно на сектором если это консоль на события 3 из этой из хост и аналогичные детали и предстоятельно завершение этого лайфтайма срабатывают все стоп пассинки у сервисов в теории ничто не мешает тот же самый кистрел запустить в рамки рамках какого-то хост от сервиса правильно ли я понял что если добавить при конфигурации допустим с ай сервис коллекшн некоторый хост от сервис который в процессе работы приложения экстренно завершится то заново он не запустится ну то есть допустим в нем банально случится исключение которое вы никто не поймал мне кажется если у тебя при старте приложение каком-то хост и сервисе что-то крешница то у тебя просто крешница приложения не при старте а во время его работы ну то есть спустя там не знаю условные 30 циклов работы но это зависит мне кажется того как ты там утреннего таску зашедулишь какую-нибудь ну то есть типа когда ты запускаешь старт у тебя вообще приложение дожидается когда ты когда это старт отработает то есть по идее как задумано что у тебя старт запускает какой-то процесс он из этом таску с циклом каким-нибудь таймер какой-нибудь еще что-то но при этом старт завершает работу и у тебя следующему хвост и сервису тоже передается команда старт у них эта команда выполняется метод старт и поэтому если у тебя все хвост и сервис стартанули то значит у тебя есть какие-то там либо воркеры уже которые не связаны напрямую с этим хвост и сервисом с запуском его либо у тебя уже там вообще ничего не работает вот эти старты просто отработали и все и поэтому грубо говоря там эксепшены у тебя где-то там будут в этих тасках запущенных ну и там уже зависит от того как ты делаешь разве нет я действительно не помню каких таких вот хитростей ресайклинга хост от сервисов внутри хостов вот на это то есть там реально стартовались по цепочке ожидается что все работает и в конце положения там в обратную сторону застопались то есть каких-то вот таких вот ресайклов и почет наверно все таки организовать самим в конце концов абстракция хост и сервис она примитивная доля для то есть только старт только стоп хотите что-то помощнее пока пишите либо сами либо пользуйтесь наверное готовыми портами например я так понимаю уже есть поддержка что для кварц что для хэнк фаер но не уверен ну там смотри как по умолчанию дут на это нам дает бэкграунд сервис ну то есть типа наследник тайхос от сервиса и он там просто выдает наружу уже всего один метод это типа экзекьюта синг и там у тебя уже нормальный стопинг токен сделан который просто грубо говоря инициализируется при старте и при стопе там у тебя просто все там это отменяется такая простая штука если тебе нужно что-то что в один метод запускается ты там делаешь какой-нибудь в элтру цикл и вот он там как-то работает на самом деле почти все чем мы пользуемся оно либо само реализует бэкграунд сервис либо просто его прям используют обычно все просто как барабан сделано и вообще в кучу нью-гетов хост и сервис используется в кишках именно для того чтобы чем-то там проинициализировать и стартануть какой-нибудь там бэкграунд процесс и процесса трэд в принципе да если осмотреть документацию по на это кору второму там еще можно наблюдать эволюцию то есть для веб-приложения там веб-хост со своими лайфтаймами и свои способом хвостов сервисов отдельный дженерик хост для не веб-приложений тоже своей поддержкой хост и сервисов но уже начиная с третьего корр это все один дженерик хост который хвост и сервисы стартуют да но вообще они конечно клевую абстракцию сделали и мне вообще сам процесс очень нравится потому что ну реально с тебя сняли весь головняк да то есть есть приложение у тебя есть там нормальный хост ты его там как-то конфигурируешь добавляешь там хост и сервисы свои добавляешь какие-то зависимости какие-нибудь там ай чё-нибудь ай май диби иншалайзеры вот все это запихиваешь свои хост и сервисы тебя по стартует предложение аккуратненько там везде все инициализирует тебя дальше там не знаю приложение слушает какой-нибудь rabbit не за принимает запросы что-нибудь делает потом ты ему в конце говоришь ничего все хватит поработали сик термому отправляешь у тебя в обратную сторону все аккуратненько там ресурсы все отцепляются ничего делать не надо ну практически ничего делать то есть легко настраивать но единственное что нужно помнить про всякие там вот эти порядки запуска помнить про то что все-таки это простые стартеры каких-то твоих процессов тебе тоже самому их делать а еще что эти кучи процессов стартует и зависимости которые ты подключаешь типа каких-нибудь там не знаю логеров ну что типа они просто могут быть а ты не в курсе что они есть если ими людей пользуются то тогда для чего ну то есть как ты уже и сказал это в принципе довольно простая штука она стартует и умирает вот это контролируемые процессы но как она может быть нам в принципе полезно но если начать писать от текущих абстракций что у нас типа считается условно говоря основным сценарием дут найти это аспнет веб api или mvc не суть важна собственно это веб-сервере если мы говорим про веб-сервер надо найти соответственно кистрел соответственно это обработка там http запросов http pipeline так называемый да сейчас он хостится как хостед сервис если мы начинаем соответственно убирать из такого-то определения http кистрел и прочее мы в принципе переходим к другим сценариям хостед сервисов например типичный сценарий это обработки сообщений из очередей таких как сейчас самый популярный это rabbitmq и кавка не совсем очередь сообщений скорее распределенный лог но тоже поддерживать те же самые сценарии ну да в книжке например по кавке написан самый стандартный способ реализовать консюмера это написать в лтру цикл в котором у тебя вызывается метод consume который возвращает тебе пачку сообщений на вот идеальная задача для хостед сервиса при старте подключиться создать консюмера запустить это в лтру цикл в отдельной таске ну грубо говоря там не за таск старт нью сделать и пускай она вот шараш там а на стопе просто аккуратно сказать все хватит хватит в лтру циклу работать пора выходить сохранять там всякие оффсеты и сворачивать вообще эту лавочку мне кажется да идеальный пример если смотреть другую сторону это тоже может быть обработка http запросов но условно говоря не синхронная а асинхронная если мы сейчас за хостим наше распинает приложение в исе и там обработка какого-нибудь запроса в контроллере займет больше чем две минуты и из по дефолту свалится скажет что как-то мы долго очень работаем ошибка будет с текстом по cgi внешние компоненты всякое такое и в принципе веб клиенты тоже особо не рассчитывают на такие очень странные задержки можно переписать на обработку этих запросов фоне например контроллер принимает входящее сообщение кладет сообщение в какую-то очередь внутреннюю или в какой-нибудь движок после чего соответственно возвращает типа работа принята клиенту а дальше уже хостед сервис реально этой работы занимается и триггерит соответственно например через сигнал р выдавление клиенту что вот работа завершилась да отличный вариант ну и есть там из простого такого видел кстати вот в книжке там в конце тоже ссылку предлагают на блог по-моему это чувак из джетбрейнс там адвокат сделать какой-то там шедуле таски какие-нибудь на бэкграунд сервисы да что типа у тебя есть просто этот экзекьют там какая-то штука которая просто выполняется по какому-то расписанию ну и и по сути тебя вся инфраструктура дана да у тебя есть запуск приложения там есть моменты инициализации этого шедулера там способ какой-то его настройки не значит какие-нибудь а и общины ты туда прокидываешь параметры запускается койт воркер который учета делает когда наступает время что-то поделать вполне себе на самом деле часто этих хостед сервисов приложений там может быть несколько десятков спокойно параллельно работающих окей а если продолжать эту тему если вспомнить что ай хостед сервис может внезапно отработать как-то не так и словить исключение то как тогда настроить между ними обратную связь ну то есть предположим у нас есть некоторые хостед сервис который чуть более важен чем все остальные какой-то из моментов он прекратить свою работу и приложение тоже микросервис должен на это как-то отреагировать есть ли какие-то ну не знаю общие подходы к к настройке коммуникации между ай хостед сервис или это вовсе не надо и все и так прекрасно работает ну я бы сказал здесь мы уже начинаем делать что-то поверх уже существующих абстракций то есть хостед сервис нам к сожалению дает реально только стоп и старт а если мы хотим собственно ресайклинг и зависимости между сервисами нам нужно соответственно уже либо гадить собственные абстракции и к сожалению это часто приводит то что в каждой компании по петок таких абстракций уже написано либо соответственно пытаться взять уже текущие решения которые к сожалению основанные на хостед сервис точка частично просто потому что они уже старше то есть мы хотим соответственно всякие зависимости этих выполняемых заданий кластеризации их разделение ресурсов опять же собственно то же самое запуск по времени или по кому например крон выражение то на в принципе мы приходим уже к таким вещам которые там старше наших дедов это кварц и в принципе новый молодежный хэнкфайр кстати по моему не настолько уж он и молодежный уже время быстро летит что теперь молодежная я честно говоря не знаю недавно в продатной чате по моему как раз обсуждали разные варианты и кто-то там накидывал какие-то там чуть ли не ферму там надо было свое сделать чтобы просто задачку по расписанию выполнить не помню какое-то решение есть там апаческое с кучей 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 настроек мне кажется это уже вот такая тема там в кубере что-нибудь развернуть вот это кстати да типичный такой вот анекдот если соответственно мы можем действительно в хостед сервисе что-нибудь там по таймеру запускать обработку соответственно это у нас уже не достаточно микросервиса должна связаться делать отдельный сервис который на каждый запуск запускается там отдельная условно говоря консоль на приложение а уже управляется, соответственно, его жизнью, по крону выражению, там где-нибудь в кубере запускалка написана. Да-да-да. Типа мы переносим всю сложность работы из нашего кода нас, соответственно, кубернетес. Потому что, конечно же, кубернетес — это простое, удобное и понятное решение. И там, конечно, нет кода, и он не ломается никогда. И он вообще ни разу не декларативный. Ещё такой вот сценарий, который очень, в принципе, мало используется именно в микросервисных сценариях. Это скорее больше таких вот в модулитах, в больших сервисах. Это больше фоновая работа по подчистке состояния. Граундкипинг. То есть мы, в принципе, там, например, можем иметь в приложении какой-нибудь кэш in-memory и, собственно, по таймеру этот самый кэш подчищать. Мы можем, конечно, запустить это таймером, но для этого хост-сервис всё же удобнее просто потому, что через хост-сервис реально можно успешно отловить остановку приложения и окорректно её обработать. Вот, кстати, мы несколько раз сегодня уже говорили про вот эту магическую установку, про секс-терм там и так далее. И в книге, кстати, подчёркивается, ну и я на всякий пожарный ещё раз напомню, что у хоста есть стандартное property, shutdown timeout, по-моему, называется. И в iSpinete есть extension, там, use shutdown timeout, который можно там, time span передать какой-то. Или можно прям вручную просто его настроить. это штука, которая влияет на то, сколько будет отдано времени на остановку приложения. По умолчанию у нас всего 5 секунд. Но там, грубо говоря, этот timeout передаётся в cancellation token, который передаётся в метод stop. И у всех stop методов, у всех хост-сервисов один и тот же cancellation token, копия одного и того же токена. И, в общем, короче, там как сделано? Что если вы не успеваете за это время там корректно завершиться, ну то сорян. Но это просто важная штука, об этом нужно помнить. Её можно поднастроить, да, то есть, допустим, там можно поставить 10 секунд, там 20 секунд, 60 секунд. Но надо понимать, что это влияет на время остановки приложения. Если ты там каким-нибудь докером пользуешься, то и вызываешь там, не знаю, докер стоп, то там вообще-то тоже есть стандартные тайм-ауты, по-моему, всего 10 секунд. И про него тоже тогда не надо забывать, иначе у тебя тоже просто докер остановит приложение экстренно. Там, конечно, можно параметрам это передать, но, короче, я имею в виду, что эти тайм-ауты есть, их можно настраивать, и за ними надо следить. И делать их всё-таки вменяемо короткими, чтобы там по 2-3 минуты при остановке приложения на проде при обновлении не ждать, когда он просто завершится. Эта проблема, она старших хост-сервисов, тех же самых службах Windows, на старт, на стоп, тоже были свои тайм-ауты. По-дефолту там всё-таки, правда, 30 секунд. В службах Windows эти самые тайм-ауты, они по факту на UI потоках. То есть, на самом деле, в службе Windows это не консольное приложение, это десктопное приложение. Только, правда, без десктопа самого. Ещё где-то в Windows XP можно было там UI адресовать из-под службы, но сейчас такого уже нет. И тогда, собственно, если ты лочишь, соответственно, в шатдауне или в старте больше, чем на 30 секунд, тебе сервис-менеджер начинает ругаться, что, собственно, как-то ваше приложение повисло. Наверное, надо его убить. Тут, в принципе, та же самая история. Плюс в том, что когда вызывается стоп, асинг, мы знаем, что приложение завершается. Мы имеем хоть какие-то гарантии, в каком порядке там приложение завершается. Если это просто бесконечная работа после первого запуска по циклу с паузами, то всегда можно столкнуться с проблемой финализатора. То есть ты типа уже понимаешь, что ты останавливаешься, но уже ничего не знаешь про то, какое у тебя окружение. Что у тебя упадет, что у тебя не упадет. И может ли это оказаться ситуация, когда, собственно, ты уже потратил все полимеры. Ты не можешь, например, закрыть какую-нибудь запись или что-то записать в базу. То, что тебе надо операцию какую-нибудь распределенную транзакцию отменить. Потому что все, записи больше нет. Уже не раз упоминалось, что в определенных ситуациях имеет смысл написать собственную реализацию базового класса для iHosted Service. Вот каких обычно фич в нем может не хватать? Почему в первую очередь хочется переписать на что-то свое? Ты сейчас про background service говоришь? Про свою реализацию background service? Ну да, 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 да. У нас hosted service дает только start и stop, а background service дает execute, но эти интерфейсы они как-то особо не специфичные. Если же там хочется написать какой-нибудь обработчик например, сообщение из очереди, мы рассчитываем, что у нас есть какая-то логика по соединению с этой самой очередью, какая-то логика обработки, какие-то контракты, и очень часто имеет смысл просто написать какой-нибудь generic обработчик, который подсоединяется к такой-то очереди, получает конфигурацию с options или в каком-то другом виде, с помощью которой строится соединение, создается подписка, по подписке читать сообщение из очереди, ставятся нужные флаги, запускается конкретная обработка, ставятся нужные флаги обратно, пишется ответ, или говорится, что не обработали. Вся такая логика, если писать руками каждый раз в общем бэкграунд сервисе, это просто получается как пепаста. И остается, что люди любят сделать какой-нибудь generic хендлер поверхностным, что i-hosted сервис интерфейса, что бэкграунд сервиса, а может и того и другого, в принципе. А потом ругаться, что наследование это зло. Тут еще бывает такая ситуация, что абстракции несколько протекают, то есть, например, вот у нас есть какой-нибудь унициальный обработчик сообщений из очереди, это один класс. У нас, собственно, и унициальный обработчик, который запускается там по таймеру или по крон-выражению, а теперь тебе нужно, соответственно, сделать какую-то логику, которая, соответственно, может запускаться и по таймеру, и по сообщению. И желательно, так же, собственно, параллельно эти два здания не работали. Тебе нужно, соответственно, что делать? Правильно, сделать какую-то проксю, которая, либо и то, и то принимает, либо, соответственно, куда-то еще проксирует вызовы. Если ты используешь какими-нибудь еще уже сторонними библиотеками, тебе начинают вопросы. Классно, у меня есть такая джаба, есть такая джаба. А работают ли они у меня в одном процессе, и знают ли они друг о друге? Ну вот, кстати, да, интересный момент я сейчас поднял, что в тот момент, когда мы используем их от сервиса, запускаем всякие бэкграунд сервисы, какие-то процессы, мы все-таки говорим, что это внутри одного процесса работает в операционной системе, на машине. А иногда нам все-таки нужны бэкграунд-таски, которые вроде как в разных процессах работают, точнее, могут запускаться в разных процессах, даже на разных машинах эти процессы могут находиться. И в такой момент на самом деле может быть такой маленький дизмисс, что все-таки ты не можешь просто взять хостед сервис и сказать, ну вот у меня есть какие-то параллельные таски, и как-то их координировать, тебе все равно какие-то внешние средства нужны. И мне кажется, вот хоть просто глава называется «Бэкграунд-таски в микросервисе», просто когда я себе представляю микросервис, микросервис, то это, наверное, штука, которую можно чаще всего горизонтально масштабировать, а значит, и бэкграунд-таски надо как-то масштабировать, а значит, надо решать еще на старте разработки, а можно ее параллельно пускать или нельзя, сколько тебе экземпляров должно быть, да? И тут мы другую проблему начинаем видеть, что если мы хотим только один экземпляр, то, значит, по дефолту ничего дополнительно не делая, то нам надо, грубо говоря, там ровно один контейнер, например, поднимать. А один контейнер поднимать, это вроде как не очень интересно, потому что, ну, а если он сломается, да, там его как-то перезапускают, у нас там какие-то задержки будут, ну, то есть, какая-то фигня получается. Мы хотим, ну, давайте мы сделаем два контейнера, или три контейнера, чтобы было, типа, отказовоустойчиво, но вот какой-нибудь еще придумал механизм, как запрещать, там, одной задаче работать на нескольких, там, типа, экземплярах, какие-нибудь распределенные блокировки давайте воткнем, чтобы вот только один инстанс мог в одно время работать. Надо понимать, да, что by default это все-таки в одном процессе, одна какая-то задача, и если тебе что-то надо, там, более сложное, надо все равно городить. И в этот момент может быть действительно проще какой-нибудь хендфайер использовать, с которого все готово, и самому не изобретать какие-нибудь, там, бэкграунд-процессы. После прочтения этой главы у меня на самом деле сложилось впечатление, как у человека, который раньше с хост-эд-сервисами не работал, что они запускают эти воркеры, каждый из них в отдельном процессе. Или я не прав? Тут все дело в названии, то есть хост-эд-сервис это сервис, который хостится где-то, а это где-то это конкретно хост. В теории, на самом деле, мы, конечно, можем создать несколько хостов внутри одного процесса. К сожалению, много библиотек к этому не приспособлено, они до сих пор видят, что может быть только один хост, но это все равно остается один и тот же процесс, то бишь, создать, соответственно, хост-эд-сервис, который хостится вне текущего процесса, это уже не хост-эд-сервис, это уже сервис. Понятно, значит, я просто запутался, когда читал эту главу, тут везде пишут именно для поддержки бэкграундных процессов, то есть бэкграунд процесс, прям так и пишут, тут и там, ну ладно, окей. Это, скорее всего, такой сценарий уже какой-нибудь флота сервисов, например, у тебя есть горизонтально масштабируемые микросервисы с бэкэндом, который точит для фронтэнда, и там, соответственно, у нас есть контроллер, HTTP, pipeline и все дела, а вот потом, когда эти контроллеры шлют уже сообщения другому флоту микросервисов, которые реализованы как бэкграунд-сервисы, и ты можешь отдельно масштабировать флот HTTP, отдельно можешь масштабировать флот бэкграунд-сервисов. Я говорю, там на самом деле вот эта штука с названием главы этого раздела, она может немножко неправильное впечатление давать, потому что всю книгу там говорят про горизонтальное масштабирование, всю книгу там говорят про то, что там вот-вот есть микросервисы, это там спасение и так далее, но как только ты делаешь бэкграунд-таски, надо прям четко понимать, сколько у тебя их должно быть, можно ли параллельно процессить и так далее, потому что любая имплементация в лоб тебя, короче, может загнать в тупик, и ты такой, блин, а я не могу больше двух сервисов поднять, и все, и вся красота и магия на этом заканчивается. Меня вот с бэкграунд-сервисами смущал только один момент, что по сути мы как обычно в приложении пишем, ну, есть какая-то задача в жире, посидели, подумали, придумали, что нам нужен там бэкграунд-сервис, окей, создали бэкграунд-сервис, нашли микросервис, в котором это вроде как должно находиться, добавили новое задание, и вот оно крутится, проходит месяц, еще одна задача в жире, еще один бэкграунд-сервис, еще одна задача в жире, еще один бэкграунд-сервис, в конце концов там в одном приложении может их штук 30, там, не знаю, 50 крутится, ну, как-то они там все зареганные, но при этом каждый из них на самом деле это какой-то фоновый процесс. Причем, если там кто-то там парился, не знаю, за производительность или там еще за что-то, там еще могут там типа сделать task start news с указанием, что там создай мне долго выполняющийся трэд, чтобы под эту таск выделить отдельный трэд, то есть у тебя там уже 50 трэдов, плюс у тебя эти бэкграунд процессы, они, наверное, все-таки нужны для того, чтобы работать, да, они что-то делают, они у тебя память тратят, они у тебя там процессор тратят, и в итоге получается, что приложение какое-то, как будто бы резиновое, но это ведь не так, мы, получается, как будто бы переставим контролировать в этот момент наше приложение, если дофига этих бэкграунд процессов начинается, а понять, какое из них убьет твое приложение, ты не можешь просто так, да, как их профайлить, если они там, воркеры, параллельно работают, как их выключать, да, то есть я вот, честно говоря, много раз сам лично делал такое, что тебе нужно какой-то конкретный воркер проверить, и все остальные просто регистрацию комментируешь, ну или там как-то выключаешь ее, и запускаешь только свой бэкграунд сервис, чтобы только его .memory посмотреть, только его там как-то помониторить, или там хотя бы просто подебажить, чтобы остальные там сайт-эффекты не появлялись никакие, да, это какая-то главная боль, если честно. Я бы сказал, что тут, как всегда, помогут три волшебных буквы дидидих, очень условно. Тут на самом деле, по-моему, возникает различие бэкграунд сервис, в плане того, что какая-то деятельность в фоне вспомогательная, в плане того, что вот у нас есть какой-то микросервис, у которого есть какая-то зона ответственности, соответственно, для того, чтобы эту ответственность стилизовывать, нам нужна какая-то бэкграунд деятельность, но в том числе, реально, прием этих самых сообщений с очереди, или же, соответственно, обработка, типа, долгоживущих заданий, вместо того, чтобы это прямо в трейде контроллера выполнять, это одна деятельность, и по-хорошему, если у тебя хорошие микросервисы, правильно, то, собственно, там у тебя эта штука не должна как-то особо-то расти и прирастать с сервисами бэкграунд. А другое дело, собственно, именно, что вот такие изолированные сами по себе задания, которые может быть много-много, очень-очень много, это скорее не сервисы, это скорее джабы заданий. И это вот, собственно, для них имеет смысл строить отдельные там приложения и, собственно, оркестрировать их с помощью уже существующих решений под названием, еще раз повторюсь, Quartz и Hangfire. Если вам интересно посмотреть на какие-то другие точки зрения реализации Ahosted Services, в конце главы, как уже раньше упоминали, есть три клевых ссылки, на которые можно посмотреть, там есть исходный код с описанием мотивации этого решения и преисполнится. Я бы советовал смотреть очень аккуратно, потому что, к сожалению, там статьи, эти ссылки, они из времен AspNet Core 2. То есть, когда, соответственно, эта абстракция рождалась, то есть, уже был какой-то generic host, но, соответственно, веб-хост был отдельной сущностью. И там, соответственно, есть свои проблемы, которые уже, типа, решились давно. Например, там есть такая проблема, когда, собственно, сервис стартует. В зависимости от того, где ты добавил там этот самый хост-сервис, насколько я помню, там, если это было до build-web-host-defaults, это одна история, если после, в конфигурируешь сервис, это другая. В первом случае, старта-синг звался до того, как весь приплайн-приложение построился. Собственно, веб-сервис стартанул. А во втором случае, уже после. Это тоже, в принципе, важно было знать, потому что эта проблема финализатора, наоборот. Ты мог стартануть свою джабу, начать что-то там обрабатывать, а у тебя еще укушение не готово, ничего не поинициализировано, естественно, и все падает. Ну, кстати, да, я тоже удивился, что в главе так много про DotNet Core 2.0 написано, про вот этот весь переход какой-то, про старые эти абстракции. Вроде бы это уже, вроде как, много лет прошло, но почему-то все еще в книжке это описано, при том, что она, как мы уже много раз говорили, обновляется часто, они там уже, по-моему, под DotNet 6 уже ее обновили. Но при этом вот эти вещи все еще указаны. Ну, наверное, это вот, как ты, Евгений, сказал, чтобы предупредить просто людей, да, что были какие-то проблемы, что это было немножко не так, и, типа, если у вас старый код, то сорян, но придется знать и про это. Ну, это, в принципе, история DotNet, в принципе, история Netcore. И, то бишь, первая версия, это был вот такой вот кросспартфонный рантайм для ASP.NET 6, он же ASP.NET в MVC 6. Так вот, очень странный маркетинг термин был. Потом, собственно, его переименовали в Core. Были те, то есть, с DNX, все на JSON и прочее. Но это было только про веб. Потом решили, собственно, будущее DotNet, соответственно, кроссплатформенно, давайте делать Netcore 2. А нужно поддерживать, было и другие сценарии работы, не только веб. Вот, собственно, в момент, когда и планировали, соответственно, Netcore 2, сделали, соответственно, решение, собственно, как-то приносить сервисы. То бишь, там разница с вебхостом, не вебхостом. А уже к Netcore 3. Останавливались на дженере касте. И, в принципе, история-то особо-то и не продолжала далее. Абстракция дана, больше писать нечего, поэтому книгу-то и не обновляли далее. На этой философской ноте, я думаю, можно завершить выпуск. Спасибо Евгению Александрову за то, что уделил нам сегодня время и пришел и поболтал с нами на тему iHosted Services и их использования. Спасибо вам за то, что послушали. Я очень рад, Евгений, что согласился прийти к нам на выпуск. Евгений активный участник чата про DotNet в Телеграме. Всех зрителей приглашаю в этот чат. В этом чате много экспертов по DotNet, и там можно обсудить разные сложные темы и задать какие-нибудь свои вопросы. Например, про байты и не только. А в следующем выпуске мы поговорим про то, как реализовать API Gateway на отслоте. Увидимся в следующем выпуске. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok